маркетолог и руководитель маркетинга. Друзья, всем добрый день. Скажите, пожалуйста, видно нас и слышно? Если да, поставьте плюсики в чат. Мы немножко взяли инициативу в свои руки. Видим, что есть какие-то технические проблемы, поэтому мы сами представимся и сами расскажем, о чем хотели. Так, вижу плюсики. Точно хорошо видно и точно хорошо слышно. Отлично. Друзья, всем доброго дня. Рады приветствовать вас из сердца центрального офиса компании Chicken House, которая находится в Твери. Сегодня отличный солнечный день. И я вам хочу представить Эльвиру, специалиста по франчайзингу компании Chicken House. И, собственно, себя. Меня зовут Алексей. Я маркетолог, занимаюсь продвижением в социальных сетях и работаю с платформой UDS. Эльвира, скажи, пожалуйста, чем занимаешься в компании Chicken House и о том, что вообще это за компания? Очень хочется поделиться масштабом, очень хочется, чтобы все слушатели вебинара увидели, что и большие компании выбирают платформу UDS для работы со своей клиентской базой. Вам слово. Спасибо большое. Всем добрый день. Да, как и Алексей, меня представила. Меня зовут Эльвира. И я являюсь специалистом отдела франчайзинга торговой марки Chicken House. Моя задача какая? В первую очередь, конечно же, я рассказываю, информирую, распространяю нашу торговую марку, помогаю партнерам вникнуть в нашу сеть. И в последующем мы помогаем и поддерживаем их. Давайте я немножечко расскажу о нашей торговой марке, чтобы вы имели представление, что это такое, чем мы живем и дышим. Торговая марка Chicken House – это крупная федеральная сеть ресторанов быстрого питания. Торговый знак, который официально зарегистрирован на территории Российской Федерации и Европейского Союза. Мы успешно функционируем с 2004 года и постоянно развиваемся, расширяем свою географию. Так вот, на сегодняшний день мы представлены в 8 городах России. Нас успешно функционируют в 90 точек. И мы годно открываем не менее двух точек. Вот, допустим, на 2021 год план практически уже выполнен. В марте 2021 мы открыли в городе Новоуральска, Свердловская область. И в мае у нас в планах, точнее уже запланировано открытие в городе Ржев, Тверская область. Уверен, 2021 год на этом не закончится. Я полагаю, у нас еще будет открытие точек. И будем на это рассчитывать и стараться. Проекты некоторые у нас есть. Просто успеем ли мы в 2021 год? Пока такой вопрос. Ресторан торговой марки Chicken House ежедневно посещает порядка 15 тысяч гостей. Основным принципом предприятия торговой марки Chicken House является качество продукции. Для обеспечения полного цикла контроля качества мы используем только... Мы работаем только с фирменными полуфабрикатами, такими как хлебоволочными. Мы сами их выпекаем, у нас есть фирменное собственное производство. И помимо этого мясные полуфабрикаты также мы готовим по нашему фирменному рецепту. Также помимо хлебоболочных, мясных полуфабрикатов мы используем фирменные соуса. Стараемся применять в работе только их. В принципе, что помогает нам придавать некую индивидуальность нашим блюдом. Продуманное меню содержит все необходимое для здорового питания и полноценного рациона. Торговая марка Chicken House очень ответственно подходит к подбору продуктов. Выбирает только самые качественные, натуральные. Меню наше очень обширное, порядка 70 блюд. У нас это блюда из бургера с куриным филе, это блюда с говяжьими котлетами, это напитки, это супы, салаты, детские чикен-миксы, это комплексные обеды, ну и многое другое. В меню полностью отсутствует алкоголь. Это некая такая особенность наших заведений. Chicken House использует только высокотехнологичное оборудование, которое позволяет нам обеспечить литонный контроль времени и температуру приготовления блюд. На всех предприятиях постоянно ведется контроль и соблюдение технологических стандартов. Это различные, на систему целоразработанные, которые помогают нам организовать данное соблюдение всех стандартов. Торговая марка Chicken House, она ориентирована на широкую целевую аудиторию. То есть нас посещает как молодежь, так и предприниматель, так и сотрудники офисов. То есть все это, это люди, которые живут в динамичном ритме современного города. Помимо этого у нас есть дополнительный формат Chicken Auto, который позволяет обслуживать гостей, не выходя из машины. Таким образом, ежедневно нас посещает порядка тысячи машин, что тоже, в принципе, хорошее показатель. Ну вот уже много лет, на протяжении 16 лет, торговая марка Chicken House успешно развивается как в качественных, так и в количественных показателях. Ну и на этом мы не собираемся останавливаться. Ну в принципе, это так вот, коротко, если о нас, о компании Chicken House. На этом у меня все. Передаю слово Алексею. Игорь, спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, перед тем, как я расскажу о системе UDS, как мы ее применяем в этой компании, сколько вы хотите заведения открыть через 5 лет? Через 5 лет? У меня планы, конечно же, масштабные. Я хочу открыть, смотреть еще реально, конечно, хочется. Порядка 10 точек мы хотим открыть там. 5 лет по 2 точки в год. Вот это минимум 10 объектов плюс, наверное, если прибавить еще некий так свой энтузиазм, 20-30. Отличные планы. Большое спасибо за презентацию, за выступление. Сейчас я расскажу о том, как платформа UDS помогает нам взаимодействовать как раз таки с клиентами, с новыми. То есть выстраивать отношения с теми клиентами, с нашими будущими клиентами, когда мы открываем новое заведение. Платформа UDS стоит во всех филиалах компании Chicken House. И в каждом филиале она выполняет свою функцию. Где-то мы используем функционал доставки, где-то мы используем модуль лояльности, где-то мы используем модуль отзывы. Если честно, мы ее везде используем. И в данной презентации я хочу рассказать именно о том, как данная платформа может быть использована и как она может усиливать эффект от продвижения именно новых объектов. То есть объекты, которые появляются в новых городах. Первое, с чего мы начинаем всегда, когда открываем новый город, это однозначно нужно заявить о себе. Chicken House имеет многоканальный маркетинг. И в данном случае одним из каналов продвижения являются социальные сети. То есть место, которое собирает максимальное количество пользователей, конечно, это ВКонтакте, конечно, это Инстаграм. И с чего мы начинаем, это однозначно создание социальных сетей и их продвижение. То есть прежде чем появиться в городе, мы уже начинаем рассказывать о себе гостям, рассказывать о себе нашим будущим клиентам, рассказывать о том, какое у нас меню, какие наши достоинства, какие наши ценности. Также инструмент социальных сетей помогает нам набирать персонал, создавать команду, которая будет качественно обслуживать наших будущих гостей. Хочется отметить, что эффект продвижения в социальных сетях, он на самом деле сравним с размещением в приложении UDS. Немножко расскажу о городе Новоуральск. Новоуральск это город, который находится в Свердловской области. Он является закрытым городом, там есть некие режимные объекты и там порядка 80 тысяч человек. При этом при всем распространение приложений UDS там очень большое. То есть мы это поняли по количеству компаний. И до того момента, как мы пришли в город, то есть открыли заведение, непосредственно открыли для клиентов, мы договорились о размещении в рубрикаторе и уже тогда начали знакомить наших будущих клиентов с нами. То есть одно размещение в рубрикаторе дало нам приток клиентов, на оцифровку которых мы не потратили ничего. Чуть позже покажу в цифрах, какой результат дало нам использование этого инструмента. Собственно, заявляем о себе в данном случае мы через социальные сети, через появление в рубрикаторе UDS. Конечно же мы используем и другие маркетинговые каналы. Это и наружная реклама, это и яркие вывески и другие маркетинговые инструменты. Но сейчас мы речь поведем именно о том, что можно оцифровать. И это очень круто работает, как показала практика, уже не один объект мы открываем подобным образом. И когда открываются заведения, мы создаем просто небывалый ажиотаж. Поехали дальше. Самый важный момент не только заявить о себе, но и иметь возможность взаимодействовать с клиентской базой. И вот здесь мы как раз таки используем инструмент UDS. История в том, что как только человек оцифровался в клиентской базе, мы получаем о нем информацию в виде номер телефона, фамилии, имени, даты рождения и так далее. И самый главный момент, что с этого самого этапа, как только у нас человек оцифровался, мы имеем с ним возможность коммуницировать. Через рассылку пуш-оведомлений, через ретаргетинг, то есть выгружая данные о клиенте и проецирование на него рекламы в социальных сетях. Сейчас я покажу несколько примеров объявлений, которые мы использовали. И перейду к слайду, где показан как раз таки результат этих объявлений, сколько людей мы оцифровали. Вот таким образом выглядит наше объявление. То есть в основном это имиджевые картинки с минимальным количеством информации, то есть картинка, она привлекает внимание. И обязательно ссылочка на отдельный источник трафика в UDS. Это позволяет нам понимать, каких клиентов мы оцифровали именно с вот этой самой рекламы. Мы начали рекламную кампанию задолго до открытия объекта. И вообще, если честно, 20-й год он такой был неожиданный для всех. Вот. И это увеличило количество людей, которые пользуются смартфонами, которые находятся в онлайне. И таким образом мы получили еще большую аудиторию, на которой мы можем транслировать наши объявления. Вот. Друзья, скажите, пожалуйста, какое ваше предположение? Сколько людей мы оцифровали в клиентскую базу до открытия заведения? Поставьте цифру. Мы берем в расчет то, что город – это 80 тысяч населения. У кого будут какие предположения? Поделите, пожалуйста. Ага, вижу. 300, 200. Какие еще есть варианты по цифрам? Сколько людей можно оцифровать в городе, где 80 тысяч, где мы понимаем, что есть люди разного возраста, кто-то активные пользователи, кто-то неактивные пользователи. Да, вот уже ближе к правде. Отлично. У кого еще какие будут предположения? Ну, не буду долго томить. Перейду к слайду с источниками трафика и покажу, сколько людей мы оцифровали. Попрошу увидеть, попрошу обратить внимание на несколько источников трафика. Смотрите, вы уже знакомы с этим слайдом. Этот слайд показывает, сколько людей у нас оцифровано с конкретного источника трафика. Мы используем одну админпанель для работы в городе Нижний Тагил и в городе Новый Уральск. И история в том, что мы до начала открытия оцифровали более тысячи клиентов в нашу админпанель и получили возможность с ними взаимодействовать без дополнительных ресурсов. И кроме этого, мы практически в два раза увеличили количество оцифровок с источника трафика UDS App. То есть именно тех людей, которые зарегистрировались в приложении. Когда у нас эта кнопка работала только в Нижнем Тагиле, показатели по оцифровке у нас были где-то на уровне 1200-1300. То есть разместившись в городе, где уже активно работает UDS, мы получили еще дополнительно около тысячи клиентов в нашу клиентскую базу. То есть по факту мы оцифровали более 2000 человек, это порядка 3-4% населения всего города. При этом мы убираем тех людей, кто неактивно пользуется социальными сетями, кто неактивно пользуется в принципе современными технологиями. И по факту мы имеем процентов 10 нашей аудитории потенциальной, которая может быть нашими клиентами уже оцифрованной. Так вот, будем завершаться. Важно при открытии новых объектов это обратная связь, потому что выстраивание процессов в новом заведении, это всегда сложно. И здесь, имея возможность получения информации быстро на каждого кассира, на каждую операцию, мы можем оперативно на их реагировать и самое главное улучшать тем самым качество нашего обслуживания. На этом я буду завершать презентацию. Я хочу поделиться бонусными картами. Здесь подписаны заведения, то есть у нас есть несколько платформ. Прежде всего слева это платформа Нижнего Тагилла и Нового Уральска. Будете в этих городах, обязательно приходите в Chicken House, Chicken House Auto. Это очень будет для вас полезно и интересно. И вы действительно увидите, что есть отечественные сети, которые могут конкурировать с большими брендами, такими как KFC, McDonald's, Burger King и конкурировать достойно. По центру находится QR-код карточки Chicken House, объект, который находится в Твери и Тверской области. И справа находится карточка Chicken House в Абакане. Будете в Абакане, заходите в Chicken House, обязательно вас порадует вкусной едой и качественным обслуживанием. На этом у нас все. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю Эльвиру за выступление. Будем развиваться и в скором времени поделимся новыми успехами в новых городах. Спасибо. Спасибо. Алексей, Эльвира, спасибо вам огромное за информацию. Сейчас мы будем ждать следующего спикера. Очень радостно, что этот спикер тоже...